Первые комсомольские организации на территории нашего региона появились еще в 1920 году. Вначале они были созданы в Баталпашинском отделе, а в конце года в Карачаевском округе. В июне 1924 года ровно 100 лет назад состоялся первый съезд комсомольской организации Карачаево-Черкесской автономной области. Когда в 1922 году была организована Карачаево-Черкесская автономная область, которая объединила в себе большинство территорий и народов бывшего Баталпашинского отдела Кубанской области, проходили различные мероприятия, проводилась областная конференция комсомольцев и так далее. Но первый съезд состоялся именно 100 лет назад, с 2 по 6 июня 1924 года. С чего началось это собрание? Ну, надо сказать, что на нем присутствовало 67 делегатов со всех районов, со всех округов Карачаево-Черкесской автономной области. Но, как мы все понимаем, в те годы, конечно же, в большинстве это были мужчины. Значит, из 67 человек мужчин было 61, а женщин было всего 6. Я вот сейчас приведу данные о делегатах этого съезда. С правом решающего пола, вот еще раз, решающего голоса было 67 человек, из них 61 мужчина и 6 женщин. По социальному положению рабочих было 10, в нашей регионе рабочих было мало, так как промышленность была не развита. Крестьян было 50 и служащих было 7. То есть, как мы видим, основной массой это были сельские труженики. По возрасту, значит, 900-го года, это те, кому было тогда 24 года, 12 человек, 901-го, 5 человек, 902-го, 12 человек, 903-го, 15 человек, 904-го, 12 человек, 905-го, 6 человек, 906-го, 2 человека, и 2 человека были 907-го года, которым было тогда по 16-17 лет. По образованию, основная масса имела низшее образование, то есть, начально 49 человек. Неоконченное среднее имели 8 человек, среднее образование оконченное имели 10 человек. По национальности, ну, это тоже должно быть понятно, основная масса это были городские комсомольцы, 39 это были русские, карачаевцев было 12, черкесов было 5, осетин было 4, нагайцев 5 и грузин 2. Ну, здесь хочу отметить, что, скорее всего, под черкесами имелись в виду не только адыгино и абазины. Ну, и кроме того, здесь указано, что были к этому времени те, кто уже давно работал, были 10 человек уже прошли службу Красной Армии к этому времени, а не служили 57 человек. Кроме того, следует отметить, что на этом съезде участвовали также делегаты с совещательным голосом, из них 10 человек их было, 8 мужчин и 2 женщин, которых тоже по национальности было русских 5, карачаевцев 2, черкесов 1 и осетин 2. Из них Красная Армия служил только 1 человек, остальные 9 не служили. Ну, говоря о ситуации, в которой проходил этот съезд, надо сказать, что съезд проходил через несколько месяцев после смерти Владимира Ильича Львина. А к этому времени уже на союзном и республиканском уровне пошла такая тенденция, что такое было настроение о том, чтобы присвоить имя Ленина комсомолу, Союзу коммунистической молодежи комсомола присвоить имя Владимира Ильича Львина. Делегаты съезда поддержали идею о присвоении Российскому коммунистическому союзу молодежи имени Владимира Ильича Ленина и обещали отдать все силы и знания работе, также вывести его на широкий путь культурного строительства. Конечно же, основная масса работы съезда, она была посвящена непосредственно деловым вопросам. Ну, а начался сам съезд именно в 5 часов 10 минут вечера 2 июня. И выступая с первым, первым выступал руководитель съезда и Паничников, который обратился к своим товарищам с приветственным словом, после чего передал слово руководителю, представителю от Южного, Юго-Восточного бюро комсомола, который также, Юркова, который также поприветствовал комсомольцев Карачаева-Черкесии, после этого предоставил слово от обувсполкома Карачаева-Черкесии руководителю рабочей крестьянской инспекции Магомеду Батчаеву, который также призвал комсомольцев почтить память Владимира Ильича Ленина, была в том числе исполнена, исполнен был похоронный марш, минута молчания, и заявил, что исполком очень рад, что теперь в рядах комсомола немало большое количество горской молодежи и призвал их к тому, чтобы они, опять-таки, усилили работу среди национальных веществ. Как еще раз я повторюсь, большинство комсомольских организаций, они создавались в Аталпашинской станице, ну и в основном в русских станицах, почему? Потому что здесь было большое количество промышленностей, но слабое, тем не менее, но были артели и так далее, и именно здесь зарождался комсомол. В горских селениях, аулах, конечно, комсомольцев было мало, но тем не менее, работа постепенно налаживала. Таким образом, было положено начало областной пионерской организации, намечены методы работы именно среди женской молодежи, в том числе на селе. Кроме того, важное значение отводилось и развитию пионерского движения. Почему? Потому что пионеры были, так сказать, младшими товарищами комсомольцев, они должны были быть им во всем поддержкой, оказывать им поддержку не только в работе, но и в каких-то общественных делах и так далее. Поэтому именно на этом съезде было заявлено о том, что теперь работа, которая власть до этого, так сказать, в частном порядке, теперь она должна была иметь плановый порядок, и началась работа по созданию, так называемого, бюро юных пионеров. Именно с 1924 года, если комсомольская организация, еще раз говорю, она организовалась и в 1918 году, и в 1920 году, то пионерская организация в Карачао-Черкесии получила право на жизнь именно на этом съезде в июне 1924 года. Кроме того, следует отметить, что на съезде произошел и выбор руководящих органов. Руководящим органом, то есть, что считалось руководящим органом? Руководящим органом, это был областной комитет комсомола, в котором было принято единогласно принять 9 человек, я перечислю их фамилию, это прежде всего 9 человек это члены и 3 человека кандидаты в областной комитет комсомола. Членами комитета были избраны Епальчников, Дмитриев, Айбазов, Гутякулов, Шаганоков, Засохов, Серебряков, Халилов и Хабатов. Кандидатами были избраны Каркмазов, Дубровский и Герашенко. Кроме того, избрали и делегатов на краевую конференцию комсомола. Это были Епальчников, Юрков, Засохов, Айбазов. Кандидатами к ним были Герашенко, Ахабадзе и Дубровский. А на Всероссийский съезд, конечно, избрали руководителя Епальчникова, ну и кандидатом к нему в случае невозможности его поездки избрали Айбазов. Съезд продолжался в течение нескольких дней, и он стал своеобразным итогом работы комсомольской организации Карачаево-Черпеси за предыдущие два года в рамках области и за предыдущие несколько лет, когда существовал Баталпашинский отдел. И он стал своеобразным, наряду с этим, и своеобразным таким этапом, на котором комсомольская организация уже должна была перейти от организационной своей деятельности к практической деятельности для того, чтобы двигаться дальше и добиваться тех задач, которые стояли перед комсомолом как на местном уровне, так и на общий союзный уровень. В целом, если подводить итог, надо сказать, что в новейшей истории нашего региона, общественно-политической жизни нашего региона, в молодежной среде нашего региона, это событие стало одним из важнейших в те годы, и, несомненно, она заслуживает того, чтобы мы о нем знали и помнили. Все те люди, которые в тот год и в этот, сто лет назад участвовали в этом съезде, они все были абсолютно, все были настоящими патриотами, как нашего родного края, так и всего российского и советского отечества. Многие из них были, впоследствии стали гордостью и, так сказать, славой нашего региона, народов нашей Карачао-Черкесии. Многие из них участвовали в Великой Отечественной войне. Кто-то погиб, кто-то вернулся и вносил большое, принимал активное участие в дальнейшем развитии нашего региона. Как бы то ни было, это были люди, для которых интересы общества, интересы нашей страны, интересы нашего края были на первом месте, и они достаны того, чтобы мы знали и помнили. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ